Дай почитать Книга фактами, четкой структурой утверждает, мы можем гордиться нашим недавним прошлым, ведь СССР в любой отрасли, науке, обороне, культуре, спорте, искусстве был настоящей фабрикой достижений. Начинается книга с краткого знакомства со сверхдержавой, ее символикой, образованием, праздниками, площадью, структурой власти, руководителями, причинами распада и существованием после этого распада. Для удобства восприятия материала достижения показаны за пятилетки, периоды времени, принятые для планового хозяйствования в СССР. Это наглядно демонстрирует динамику успехов, достижений и созидания при общественном строе, который носил название «социализм». Пятилетние планы развития народного хозяйства СССР разрабатывались централизованно в общенациональном масштабе госпланом СССР. Всего было 13 пятилетних планов. Первый был принят в 1928 году, но выполнен на год раньше. Последний, 13-й, был рассчитан на период с 1991 по 1995 год и не был выполнен из-за распада СССР и перехода к рыночной децентрализованной экономике. В книге приведены цифры и факты. Рост основных показателей и мировых достижений СССР подробно рассказано о плане Гойл-Ро, Труксибе, Днепрогрессе, Уралмаше, Магнитке, создании московского метрополитена, Азовстали, Запорожстали, об автомобиле ГАЗ-М20 «Победа», о танке Т-34, о Катюше, о поднятой целине БАМе, о космических достижениях и о многом другом. Эта грандиозная картина грандиозных свершений убеждает. СССР был прекрасной страной, в которой жили и работали прекрасные люди. Даже осколки от этой страны до сих пор вызывают восхищение и уважение. Удивляют и социальные права и гарантии советского человека. Право на 8-часовой рабочий день, ежегодный оплачиваемый отпуск, на возможность зарабатывать на жизнь трудом, на обязательное трудоустройство, на бесплатное образование, пользование детскими садами, пионерлагерями, на бесплатное медицинское обеспечение, санаторно-курортное лечение, на бесплатное жилье. Прекрасное путешествие в мир великой цивилизации в книге Софьи Бенуа «Достижения в СССР» 12+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенское 65 и Ленина 103А. До новых встреч! Дай почитать!